Пистолетка, есть киты у дефа, две флешки, также граната, флешка и смог у хуча. Ну, очень важный раунд. Ну, прям вот очень важный раунд для коллектива Pro100. Это не просто первый пистолетный раунд на карте TheCash. Нет, это не просто. Это раунд для того, чтобы почувствовать, что вы можете вернуться в эту игру. Что еще не все потеряно, что по морали вы не просели. Что вот сейчас нужно начать убивать, почувствовать вкус крови. Это, скорее всего, будет заход под А-плент. Именно здесь находится у нас основная сила игроков коллектива Рантайм. Сист уже видит на хэввине одного из игроков. Не убивает его Сист. И Калинка по минусу делает. Все-таки Сист добирает у нас Айвана. Калинка в это время на мид заходит со своим тиммейтом. Забирает еще одного Сист. Безоговорочно перестреливает Фларича на каре. Ну и остается и Киндер, и Кинзор. Кинзор минус кубикс. Ситуация 4 в 2. Но уже 1 в 3. Кинзор остается действительно 1. И проблема уже с пистолетом раунда. Начинается у команды просто в обороне. ХП Кинзор. Афтор. Плиз. Ну, не знаю, почему Кубик спросил. Там все-таки 8-6. Видимо, у него были ощущения, что он действительно там нападал так, что там буквально пара ХП остается у Кинзора. Но Кинзор пытается отстреливаться. Да, есть уже от него 3 фрага. Но это экзит фраги, которые не дают никакого смысла. Ну вот Калинка остается с первым армором. Кстати, ни разу по нему не попали. Поэтому всего лишь 300 бачей ему стоит докупить второй армор себе. Вместо положенной тысячи. Ну что же. Пистолетка за команды рантайм в атаке. Хороший начал. Увереннейший начал от этого коллектива. Ну и теперь просто будет ли какой-то форс, либо же все-таки с юспами отыграют. И уже на третий раунд выйдут в вооружейном, так скажем, в вооружейном комплекте полноценно. Да, это юспы. Да, это юспы. Там есть у нас три калаша Галил и фармганчик МАК-10. Поэтому там все неплохо. Это еще и А-плент пустой. Решили укрепить ребята из просто Б-плент. Но немножечко прогадали, поскольку рантайм побежали на А-плент. Понятное дело, они не понимают, есть ли кто-то или нет. Раскидывают молики. Три молика уже отдали. Ну и заходят в плент. Это уже все, информация все-таки имеется, что здесь никого нет. Форклик чист. Плент сам чист также. НБК проверили. Ничего абсолютно. Ну и вот теперь просто на ретейк в пятером. Пойдут ли? Нужно выбить хотя бы парочку девайсов, потому что сейвить нечего, брони нет. А вот попытаться выбить АК и завладеть, например, им это было бы уже совсем неплохо. Слушай, здесь уже спину прожимаем. Как и команды просто, разменивается Айвен, Фларыч. Также минус 2 уже по старой к своей езде. Неплохо. На юспах выбили 2 девайса, из которых 2 калаша как раз. Ну понятно, хучи из Кубикс вероятнее всего заберут эти девайсы. Просто им не дадут. Не дадут завладеть АК-47. Есть информация еще и по Фларычу. Ну вот. Заберут ли эти последних игроков? Да. Первый минус. Ну и осталось Галилку поменять лишь Кубиксу на АК-47. Но он вроде как не успевает. Фларыч остается в живых. Но так или иначе это рамп номер 2 для команды Runtime GG. Ну и вот он первый оружейный на карте TheCash. Поехали смотреть. И что же? Это будет медленный отыгрыш под А, либо под Б. Сейчас мы с вами увидим. Но знаю одно точно, что команде Pro100 пора включаться. Пора включаться. Это их пик. И на своем пике команда должна смотреться крайне уверенно. Должна. Должна. Но пока... Ну пока только два раунда прошло. Давайте не будем, понятное дело, сгущать краски. Еще все впереди. Да, Pro100 также начинали и на карте TheDust2. Но это TheCash. Это их пик. Сейчас закуп. Есть два Ауга. Есть три М-ки. Есть Раскид. Которым ребята из Pro100 соответственно будут пользоваться. Прокинули гранату в мейн. Немного пострадал Сергей Старикс. Ну и вот здесь пятером. Под Аплентом находятся у нас ребята из рантайм. Один у нас на скрипе. Это тот самый Хуч. Распределились по карте Pro100. Деф делает минус. При заходе отлично играет него с этим Аугом. Мог добирать и Калинку. Но Калинка все-таки посильнее. Киндер минус Хуч. Сист в это время минус Фларич. Ситуация 3 в 2. Калинка и Сист. Калинке 40% здоровья и АВП. У Систа 35. И КК 47. Можно цепляться пробовать за этот раунд. Потому что 3 в 2. И по ХП проблема у оппонента. Ну там Кинзор. Кинзор так или иначе контролит. Выход от Дениса Костина. Но вот два других игрока должны понимать. Что бомбу пока что не видно на карте. И вот Калинка. Желательно тоже включаться. Там один опорник на базе А. Это Екиндер. И как раз таки Айван играет с машины сейчас. Так ну что же посмотрим. Екиндер. Ну вот кстати если с мейна выйдет товарищ Калинка. Екиндер не поздоровится. Екиндер. Не заспотан. Зато Айван сделал важнейший минус сейчас. Это в итоге 1 в 3. И Калинка здесь погибать будет в любом случае. Потому что ее видит как раз таки Екиндер. Ой, Екиндер распалился. 17 секунд. И все таки это минус. Подберет еще и Айвик. Шикарно. Шикарно. Двух игроков потеряли просто. Но раунд в целом неплохой. Стоило ли сливать вот это вот АБП. Когда ты остаешься 1 в 3. Время играет не на тебя. Да и позицию твою узнали. Может быть все таки стоило засейвить Айвик. Но в любом случае принял решение выбить девайсы. Но немножечко не получилось у него. Не убил абсолютно никого. Только лишь потерял свою волшебную палочку. Первый раунд для коллектива простого в защите. Три раунда позади. Но пока все равно еще рантайм впереди. И есть деньги на некий бай. Два Галила. АК. ЦЗ. ИП 250. А тут Фларич. Приемка в мейне. На втором этаже. Хуч и Старикс уже отлетели. Сис также умирает. Калинка делает только лишь один минус. Фларич квадрокилл. Вот и пожалуйста. 2-2 на карте. Просто берут постепенно инициативу в свои руки. Сейчас будет полный экономический по идее у команды рантайм GG. Ну возможно это какой-то быстрый выход опять же под бэплент. Возможно сплетануться на мидл с бустом. Одного отправят на скрипп или ураковать. Но в целом команда просто пока что за последние два раунда действительно проделала хорошую работу. Могут гордиться собой. Но главное не расслабляться. Парни из этих раунда должны наоборот еще больше собираться. Морально. Чтобы как-то так скажем на дистанции чувствовать себя более-менее комфортно. Но здесь будет буст на красные ожидания аркады. Аркады никакой от просто здесь на мидл и даже близко нет. Номер 1 и 3 это фларычи деф. Два опорника на базе А. 4 и 5 тайван кинзор на Б. Соответственно. А вот у Ехиндера уже есть первая информация по выходу из гаража. Как раз теперь разобрать минусист. Ой-ой-ой. Там еще и по старых супер летает. Ну и калинка. Все. Ну это уже 5 вла. И командера там же жизнь. Ряд ли уже что-то встретит. Хотя один минус от Скубикса есть. Ну это экономический пистолет. То есть Скубикс. Скубикс сделал все, что мог. Просто по максимуму из себя выжил. Дал 2 минуса с 5250. Выбил 2 девайса. Более чем достойно под конец раунда. Вообще не должны были никого терять, ребята. Здесь соответственно. Но вот так вот две головы отлетело. Браво. Атакующий игрок. Ну и вот теперь должны закупаться у нас, ребята. Из рантайм. И посмотрим, как они покажут себя. В атаке. У многих я узнаю на самом деле. Какая же сторона сильная на ДКэш. Многие по-разному говорят. Но все же большинство склоняется, что террористы на ДКэш сильнее. Давай у наших дорогих зрителей спросим. Как же они считают. Ребят, плюсик в чат. Если вы считаете, что атака сильная на ДКэш. Минус. Если сторона контртеррористов. То бишь Сити. Давайте посмотрим, у кого есть мнение. Ну а в это время Фларыч уже закрывается. Выпишись у Костина. Ой-ой-ой. Скубикса разменивается. Ну там Кинзор уже на бусте свинтов играл. И Старикс понимает, что в принципе ему либо проходить вперед. Либо его здесь могут закрыть уже из меда. Закидывает моллик. Понятное дело, это позволит некоторое время Сергею Ищуку поманцеваться. И более-менее акцентируется внимание на коннекторе. Либо на уайтбокс. Ну а в это время. В это время. Уже номер 6 идет под скрип. Это как раз таки у нас Калинка. Калинка с АК-47. Мы там два опорника. И Киндер и Деф. АВП плюс АУ. Сильная связка. Ну и Дмитрию Богданову пока что выйти не удается. И Киндер. Минус Хуч. Калинка. Моментально отвечает по И Киндеру. Ситуация. 2 в 3. Калинка Старикс против Кензера, Айвана и Дефа. Деф на Форклифе. Бам. Калинка его поразила. Айван. Все-таки дабл кейл. Включается этот парень. Минус 2 с АВП. 4-2. Хорош. Айван здесь задетектил оппонента, который его пушил. И это четвертый раунд. И причем четвертый подряд. Для команды Простого. Пока что демонстрирует действительно очень гибкий мобильный дефенс. И рантаймом в равных рамках оружейного раунда не совсем получается переиграть своего оппонента на стороне атаки. Ну, очередные пистолеты сейчас будут. Это 5 деглов. Сизды купается до 1650. Ну, как-то многовато. В принципе, на АК-47 хватит. Второй армор тоже. Ну и посмотрим, что сейчас. Одного опорника оставляют под А. Это Фларыч. Но и здесь, в принципе, акцент делают больше под Б. И мидл понимаю, что соперник с пистолетами может сделать что-то нестандартное. Пока затишьем. Пока без контактов. Распределяются ребята по карте. Куч. Контакт. Гигал один уже не сработал. Старикс пока ликвидирует из этого раунда. Калинка остается с одним процентом здоровья. Фларич. Сист выходил из Макани и Чекова. Позиция, соответственно, на которой находился Фларич. И Сист падает. И киндер. Также минус кубик. Состоится Калинка и Хуч. У Калинки один процент здоровья. А вот просто даже по хелс-поинтам никак в этом раунде не просели. Фларич минус Калинка. Хуч. Отличный хэдшот. Ну что же, поехали. Дмитрий. Нет, все-таки погибает. 5-2. 5-2 просто берут пятерку уже для себя. Ну и пока по экономике все слишком шикарно просто. Понятное дело, что сравнить с Даст 20 даже и близко не надо. Это был пик их оппонентов. И теперь тактическая пауза в исполнении команды просто. Кстати. Кстати. Не рантаймы. Не знаю, почему просто решили поменять структуру игры. Либо просто поговорить. Либо выдохнуть. Хотя здесь, мне кажется, на одной волне, как на Кураже, можно что-то было бы придумать и дальше. Без тактической паузы. Но, возможно, Сеня решил, что сейчас команде нужно будет какой-то немножко другой раунд сыграть. Понимая, что рантаймы могут изменить схему своей атаки. И, возможно, как раз-таки Арсений, Сеня Треноженко сейчас что-то и подскажет своей команде, куда сделать основные акценты сейчас в обороне. Где можно ослабить, где, наоборот, более усилить оборону на карте ДКэш. Я думаю, все-таки не зря эта пауза была взята, потому что, ну, передохнуть здесь так или иначе не требуется командам. А вот с тактической точки зрения быть может что-то и подтянуть. Но, опять же, это закуп для коллектива рантайм. И поэтому просто, я думаю, именно для этого берут самую паузу, чтобы сейчас этот темп сбить. Тут еще Иван находит на скалинку, ликвидирует уже первого игрока. 5-4 ситуация. Так, у нас начинается 8-й раунд. Старикс. Кензер в винтах. Пока без контакта. Скубикс подбирает снайперский девайс. Ну и ближе к Б, конечно же, ребята. Из коллектива рантайм. 4 игрока. 3 игрока здесь. 7-й номер куч у нас. Ну, очень мобильный диффенс сейчас. Команда про 100. 2 игрока на хайвэ. Кензор играет под винтами. И Айван на Б. Айван дает сейчас очень много информации, что полетели флешки у нас под Б с Токсика. И как раз-таки Айван там и сделал первый минус, когда пикал по первому респауну Б плен. Так что смотрим, смотрим, что сейчас. Готовится раскидка от Старикса под Б. Будут смоки на КТ. Флешки, моменталки. Да, все, смок поднережит. И выход есть. А здесь уже и деф стягивается. Ну что же, Айван. Сами-то перетягиваются. Кензор отлично, минус 2. Ой-ой-ой-ой. Ну и деф там же еще и Сизду находит. Сергей и Щук остаются в городе в одиннадцатый. Так, понимаешь, что кензор в интакте хотя бы один минус найти. Но, к сожалению, для командратного бюджета 5 в 0 просто берут шестой. При том, что 5 в 0 второй раз подряд. Нет, там все-таки Хуч сделал один минус, да, под конец. В предыдущем раунде. Неплохо, неплохо. Четыре раунда преимущества. Ну и вот те про 100, которых ждали, ребята. Вот и Айван тут включился 5 на 2. В принципе, все в плюс играют. Деф играет у нас в единичку, но у него 5 ассистов. Вот у Хуча пока игра не идет. 1 на 7, Старикс 2-7. Соответственно, тоже ждем включения этих ребят. И ждем тех киллов, которые они делали на Дэд Ас-2. Кензор минус калинка. Так, ну в это время Кензор еще закрывает Старикса. Ну и вот не могут, не могут реализовать свой АК-47. Пока что игроки команды Рантайм-Джи. В итоге АК-47 погибает. Хуч и Сист остаются вдвоем. Сезе и Дигл на пару. Ну и один из игроков находится в мейне. Второй находится как раз-таки при выходе на Токсик. Ну и Сист с бомбой как раз-таки спалился. Все, бомба падает. И сюда же будет смещаться львиная доля игроков команды Pro 100. Айван сразу же с машины перетягивается под Сити. Ну а Хуч в это время просто может как-то попытаться выйти, найти фраг. Хотя с 12 хп и с ЦЗшкой. Ну, ЦЗшка, во-первых, и в голову не ваншотит сразу. Во-вторых, нужно как минимум 2 патрона попасть в Хучу. А учитывая то, что у Дефа здесь мобильный девайс АУК, вероятнее всего это для Хуча ГГ, ВЦГ. И это выход на 7.2. Выход на 7.2. И все не очень хорошо у Рантайм. Ну, понятное дело, что просто с картой ДДАС-2 какие-то прям вот проблемы. Поскольку на ДКэш пока что он не чувствует себя более чем замечательно, более чем достойно. Хуч выходит и погибает на Дефа. Ну и пока у нас небольшой перерыв. Я напоминаю вам, что наш официальный партнер это Delivery Club. Дарит вам скидку 25% по промокоду CSGO при оплате онлайн. Поэтому если хотите покушать подешевле, чем обычно, и заказать себе еду, то, пожалуйста, Delivery Club CSGO 25%. Ну и 10-й раунд. На ваших экранах посмотрим, начнут ли Рантайм возвращаться в эту игру. Ну, быть может, мы сейчас уже увидим, как простой завладеет окончательным преимуществом по итогам первой половины. Забирая восьмой, они уже гарантируют себе как минимум 8-7 выигранную первую половину. Но если там и дальше продолжат доминацию гегемонии над командой Рантайм, то здесь уже, в принципе, можно думать и на третьей карте. Но пока слишком рано, всего лишь 9 раундов от Кэша прошло. Ну и смотрим, что в целом готовят команду Рантайм живо. Ее здесь три мейн, один в гараже, это СИЗ будет закрывающим и выходящим в спину. А Калинка пока что со скрипа контролит выход на Фореклифт. Деф и Екиндер. Два опорника на базе А сейчас будут фигурировать. Ну и посмотрим, что при выходе. Старикс пока что никого не видит. От Екиндера уже есть первый минус. Отличная оборона пока что. Тема просто у нас на Рантайм доходит минус раз. Калинка минус два. Ого. А теперь ставится бомба и ретейк 3 в 4 должен быть. По экономике все хорошо. Вот Флорекс закрывает блюркера под медом. И это 3 в 3. Вот теперь будет очень интересно. Есть два молика, есть три флешки. И с этим сетапом просто могут бороться. Получится ли вот только побороться-то? Тут 3 в 3. У Хуча при том, что 4% здоровья у Старикса 29. А фуловый. Ну Хучу не мешает. 4% здоровья минус Кензор. Айван минус Хуч. Есть размены. Тут еще Айван подключается минус Старикс. Остается только лишь Калинка. И Айван делает свое дело. Это восьмой раунд для коллектива. Просто неплохо. Да, Хуч попытался. Поставил хэдшот. 4% здоровья у него было. Но Айван все-таки в этой ситуации никак не контрится. И его просто не смогли перестрелять. Здесь ребята из коллектива Рантайм. Ну и восьмой победный раунд для себя забирают. Ребята из просто в защите. Здесь так или иначе оружейный. Второй подряд уже делает команда Рантайм GG. Идут в некоторый вабанк. Денег все-таки за счет стрейка уже накапывало очень-очень много. У Калинки также будет АВИК. 4 АК 47. Ну и что в итоге придумает команда Рантайм GG в этот раз? Возможно, это в быстрых выходах на ноге под Б. Хотя есть раскид. Можно в принципе самодефолтно раскид сделать. Но куча стариков уже кладут первый смог под себя и выход под Айвана. Есть. Айвана остается лишь один опорником. Айван будет жить. Айван 8 хп всего лишь. Но так погибает еще и киндор. Айван есть размен. Неплох. 4 в 4 потянуть время. Надо еще пожить. Должны же стягивать уже и киндор. И киндор на хэвене пока стоит. Но старик уже проходит в спину. Айван в смоках живет. Как это получается? Но старик все-таки находит минус. И это 3 в 4. Это 3 в 4. И киндор проседает. 18% здоровья. Прокидывает ему еще даже молит. Загнали с позиции. Скубикс. Занимается установкой плента. Бомб хэс бэн плентед. 4 в 3 ситуация сохраняется. При том, что ребята из коллектива Рантайм. Очень плотно заняли плент Б. Конечно же тяжеловато. Сейчас просто будет как-то выбить все это дело. Дэв пытается как-то отрезать заход на Б плент. По-моему не очень удачно. Молотов упал. Все-таки хотел он его в плент закинуть. Накидывает он флешку Фларичу. Фларич выходит. Неплохо. Открыв под нее. Фларич еще один минус. Кто-нибудь убить-то его. Минус 3 от него. Отличный заход от этого парня. Ну и пойдет просто дефузить. Потому что диффуза у него на руках. Сист. Сист. Нет. Дэв посильнее. И отличная реализация ретейка от коллектива Про 100. Просто 3 в 4. При том что еще и киндер был по-моему покоцан до 18% здоровья. Но это не помешало ребятам. Грамотно закинули флешечку при заходе. Сделал минус 3 там у нас Фларич. И пошло дело. Поехал. Ну вот Про 100 на самом деле относительно карты ДДС-2 смотрится я не знаю просто богами этой игры. Потому что на ДДС-2 не было ровным счетом ничего. На кэше мы видим очень грамотный по крайней мере два раунда подряд выход на ретейт. То есть действительно да здесь Денис Костин мог сыграть немножко лучше индивидуально в последнем моменте 1 в 2. Но и там почему-то Калинка выходил из смока просто пик. Хотя даже звука дефа бомбы не было. Но вот могли 2-2 разыграть немножко лучше. Команды Рантайм-Джи поторопились ввиду чего и собственно заплатили ценой аж целого раунда. Ну хотя здесь уже девяточка. Девяточка для команды Про 100. 9-2 это минимум 9-6 для них. Учитывая то что у команды Рантайм уже там стрик по экономике лузовой. То есть они могут закупаться этими АК-47 первыми вторыми арморами уже хоть до конца этой первой половины. Ну не знаю хотя бы бомба была поставлена. Это немножко облегчило им задачу. Но здесь посмотрим по экономике. 7 тысяч, 5500, 10500 у Айвана. Все хорошо у Про 100. Поэтому не знаю кажется мне что Про 100 вышли на действительно свою лучшую кондицию. По крайней мере с сегодняшнего вот этого сетапа матча против команды Рантайм-Джи. Посмотрим что будет на третьей если опять же мы до нее дойдем. Если мы до нее дойдем. Ну тут конечно же сейчас ребята из Про 100 уже чувствуют себя более уверенно. Нет тех самых разгромных, разгромного счета который был на ДДАСТ. Потому что не понимают они как все таки им отыгрывать тот самый ДДАСТ второй. И вот на ДКэш на их пике опять же все получается более чем хорошо. 7 раундов преимущества. Очередной раунд 12 по счету. Ну и 5 АК 47 против кстати говоря 2 АВП в защите АУГА, АК и ЭМКИ. Чуть ли не полный арсенал есть у коллектива Про 100. И готовы они к этой битве. Калинка. Вот Калинка находит там по отжиме. Все таки и киндером. Скрип прожали. Надин Фларыч в роли опорника остается на пленту А. Скубикс будет подбирать бомбу и выходить скорее всего на мидл. Это будет сплит. Или же нет. Нет, это все таки наверное выход на мейн будет. Но ассист уже пока что под бустом. Контролит по джим. Никого по джиму здесь пока что нет. А вот деф на майтбаксе может здесь пойти в аркаду. И а дефы есть минус по сизду. 4 в 4 интересно. Вот опять же после первого фрага рам тайм продолжили стоять. А наоборот просто включились на встречных скоростях. И вот нашли размены уже 4 в 4. Преимущество как и не было. Преимущество как и не было. Тут еще и хучно ходит дефа. Ликвидирует он его. Все таки позиция с мейна отрабатывается. Старикс. Неплохо. Люркер позиция тоже была занята хорошо. И реализовал он ее. Еще одного собирают. Ну и айвон остается в одиночестве. Снайперский девайс как-то его просто. Пытается хотя бы кого-то выбить. Думаю от этого минуса уже будет пытаться идти дальше. И все таки будет сейвить. Скорее всего пойдет. Потому что 1-2 ситуация такое можно брать. Тем более что парень проснулся. Но вот сейчас нужно ноу-зум. Есть это дело. Ну и давай еще хуча и вперед. При том что диффуз киты также имеются. Хуча у нас на форкфе. Там еще и молик под ним лежал. Молик можно было взять. Ой да ладно еще не попадает. Вот парень сейдусил 5-1-3. Айвон. Пау-пау-пау. Ого. Это реально пау-пау-пау. Айвон просто засолил. И вот ты прям как зрила в корень. Что нужен вот этот ноу-скоуп выстрел. И как раз таки на электрике слева он и стоял. 10-2. Айвон. Берет сложнейший раунд 1-3. Ну вот здесь все просто-просто сейчас. Просто-просто. Тавтология прошу прощения. Должны уже лететь. Должны лететь. Просто сминать рантайм джи как консервную банку. И выходить уже на третью карту. И там решать кто же все таки сильней в этом противостоянии. Ну шикарно. Шикарно. На встречных курсах. Это знаешь похоже на тот раунд когда хуч раздифьюзил. В ситуации 1-2 и по морали немножко просто просели. Я думаю сейчас примерно то же самое происходит и с рантайм на самом деле. И киндер промахивается на миду. Буст был осуществлен коллектива рантайм. 5 АК 47 также имеются. Старикс. И киндер. Деф на приемке. Но забирает только одного. Старикс на размене. Моментальная ситуация 4 в 3. Минута 20 еще есть у рантайм для того чтобы зайти. Хуч еще и киндзор. Находит нас под бетлантом. Айвон на размене. Но не более одного. С кубик с минус Айвон и 3 в 1. Ну что же Фларыч. Давай теперь твой черед настал тащить 1 в 3. В принципе деньги есть. Это не проблема. Но Сизд говорит. No way друг. Не сейчас. И это все таки третий для команды рантайм. Джи джи. 10-3. Два раунда до конца первой половины. По деньгам. По деньгам. По деньгам. У команды просто проблем. Пока что нет. Но. Да уже и не будет. Потому что там закуп даже будет на последний день. Раунд. Не важно какой. Но он будет. А вот рантайм джи джи денег хватит тоже в принципе на бай. Так что здесь уже действительно на классе кто кого. Либо два раунда рантайм джи джи. И будет тогда малейший шанс на камбэк на смене сторон. А может быть даже и не малейший. Смотря как пойдет не пойдет. После пистолетки. Но просто сейчас на кураже. Да и закупаются из раунда в раунд. Из раунда в раунд. И может быть. Может быть. Это конечно же плюс для просто. Потому что они перестрелят. Перестреливают. Понятное дело что рантайм там. Берут иногда те самые раунды. Которые позволяют закупаться. Вот например сейчас. Фларич минус Сист. 5-4 ситуация. Ликвидировали пока у нас одного игрока из коллектива рантайм. И просто в большинстве. Кензор. Также минус Тарикс. Фларич здесь на меду. Нас под бустом отрабатывает. Слышит. Все прекрасно. Как же так. Вроде же слышал. Я прекрасно слышал. Что слева от него были шаги. Но он почему-то не повернулся. И даже просто не поднял. Свой АК наверх. И не посмотрел если кто-то на бусте. Ну и вот. Пострадал конечно же. Атакующего игрока. 50 секунд еще имеется в запасе у рантайм. И Киндар. Минус кубикс. Так. Ну что же. Я Киндар. Скоро еще одного игрока. И Айван минус по коленке. Это 11 раунд. Ну слушай. 11-4. Даже если и будет в рамках карты. Да конечно на первой половине. Но это прям огромнейшее преимущество коллектива. Просто. Не знаю. За счет чего. Может команда. Рантайм GG сейчас перебороть своего оппонента. Но кажется если только на встречной морали какой-то. Выиграв пистолетку на второй половине. И сумасшедший стрик по раундам. Вчера мы в принципе такое видели. Против. Точнее в матче команды Немига против Тим Спирит. И также Саймон против Тим Спирит. И все в рамках карты. Дэ. Мираж было. Здесь может быть. Дэкэш. Это не такой же отправной точкой. Камбэк. Ну а в это время Дэк принимает выход с базы А. Но это уже минус 3. Но здесь да. Здесь никуда не уйти. Никуда не уйти. 12 раунд для команды Pro 100. Это было непросто. На деле я думаю. Но опять же выглядит это довольно изи. Но опять же команда прикладывает к этому огромное усилие. Поэтому просто красавчики. Рантайм к сожалению. Ну не пошло. Откровенно говоря не пошло. Не пошло. Но в любом случае Pro 100 сейчас. Здесь нам показывают хороший и красивый Counter-Strike. Для вас также продолжают комментировать этот матч. Герман Громов. Он же Гром ЖК. Меня зовут Алексей Пчелкин. И мы довольны. Тем что это не будет. Так скажем. Однокалиточной игрой. Что нас ждет третья карта. Поскольку совсем было бы не очень знаешь. Не то чтобы некрасиво. А как-то прискорбно смотреть матч на вылет со счетом 2-0. Вот когда есть борьба. Это всегда интересно. Это всегда хорошо. Особенно когда есть такие классные фраги. Которые оформляет например Айван. Замечательно. 15 раундов позади. И смена сторон. Ждем Рэдди от админа. И будем начинать. Есть время командам поговорить. Пчелкин у тебя иногда бывает такой бархатный голос. Если это написал парень. Немножко страшно. И причем знаешь что он до этого написал. Я вот прям вот не знаю. Прямо в тайминг попал. Я видел его предыдущее сообщение. Он говорит. Пацаны. А это нормально что мне нравится. Голос комментатор. Ну типа его сейчас. Так что Алексей. Ты там жену предупреди. На тебя положили глаз. Глаз ли. Ну что же. Ладно. Я не буду это комментировать. Ну ладно. Хорошо. Это все шутки конечно же. Пока ребята отдыхают. Мы тоже немножечко с вами можем поговорить. Мы тоже можем немножечко с вами обсудить эту игру. И конечно же напомнить вам. Что партнер нашей трансляции. Это сервис АМедиатека. Дарит всем зрителям 50% скидки на месяц подписки. По промокоду КАТОВИЦЕ2019. Выделяю именно КАТОВИЦЕ. Чтобы все поняли. А не КАТОВИЦЕ. Пишется именно как у нас на всех наших баннерах. Набирайте КАТОВИЦЕ2019. Если любите смотреть сериальчики в хорошем качестве. То это к нашему партнеру АМедиатека. Ну вот пока. Пока у нас ребята. Слушай мне кажется админ. Админ получает стресса больше чем игроки. Потому что всегда мы ждем именно админ. Админ точнее игроки уже давно написали. Мы рейди пацаны. Погнали. Здесь админ еще пока не расчехлился. Ну ждем. Написали Пчелкин бухает на стриме. Я услышал. Ну я пью воду. Да правда. Что я пью это правда. Микрофон очень хорошо все передает. Прошу прощения если вы услышали как я пью воду. Этого наверное не должны делать комментаторы. Как ты считаешь? Как ты посмел пить воду. Ну да ладно. Все. Наконец-то мы начинаем. Все. Пауза прошла. И мы вырываемся с вами на вторую половину. Этого замечательного противостояния. Про 100. Рантайм. Джи-Джи. Ну что же поехали. Вторая пистолетка. Которая возможно уже предрешит судьбу двух команд в рамках карты Дэкэш. Просто забирая эту пистолетку практически гарантирует себе попадание уже на третью карту. Но рантайм его забирая эту пистолетку быть может выведать себя на тропу камбэка. Но посмотрим пока что это выход готовится через скрип. Три скрип, два мэнзи, Сист, Хуч, Старикс. И уже понимает что это выход под базу. А Сист здесь со Стариксом будут первые принимать. У Систа не заходит. Пока что в антарпчике. Кинзор первый минус. А в Сарикс минус два. Вот это 2010 год. А Сергей Ищука. Ну буст дай же буст. Он же просил себя дай буст. И в итоге буста нет. И есть минус от Айвана. И Хуч хорош. Пока что живет. Килится. Еще один минус от Куча. Ну и с Кубикс здесь же на подхвате. Рантайм выигрывает пистолетку практически сухую. Ну стоит ли говорить это что рантайм возвращаются в игру наверное еще рановато. Но в любом случае да. Пистолетка была во первых очень быстрая. Во вторых очень стабильно выглядела от коллектива рантайм. Поскольку три игрока остались в живых. Ребята из про 100 здесь все таки попытались на ноги выйти. Очень неожиданно так скажем застать своего оппонента. Но не вышло не пошло. Такое бывает. В любом случае это только первый раунд. И в запасе у них их целых еще 8 для того чтобы сравнялся счет. Я думаю рантайм все таки не смогут этого сделать. Хотя им карты в руки. Пусть пытаются. Пусть пробуют. Борьбу на второй карте никто не отменял. Ну что же 5 глаков от команды про 100. Выход в принципе идентичный предыдущему раунду. Готовится через скрипы с плитом на мейн. Ну а здесь сист уже контролит с погрузчика выход как раз таки со скрипа. И есть аркада в мейн. Но там пока что через мейн даже никто и близко не подходит. Но соперник команды рантайм пока что действительно очень пассивен. А в это время старик суждает всю информацию что это готовится выход под базу А либо мидл. Ассист уже заспотал первого своего оппонента на подходе в мейн. Старик сейчас будет делать грязь на самом деле. Ну и вот выход со скрипа. Ассист калинка. Шикарная приемка пока что. Выход со скрипа. Но это фулл экономический. Поэтому здесь ноуэй, ноу чэнс и 12-5. Да, ну должны были конечно же забирать этот раунд. Его они и забрали. Попытались как-то разыграть все-таки ребята из Pro100. Потому что даже на экономическом раунде выбить пару-тройку девайсов было бы совсем не лишним. Но не удалось. Не пошло. Ничего страшного. Сейчас уже нужно ждать просто байраунда. В котором они смогут реализовать свои лучшие девайсы. Такие как АК-47 и АВП. Но пока без него. Айван также у нас берет АК-47. 5 АК против 4 фармганов и 1 МК. Это интересно. Ну что, поехали. Поехали. Посмотрим. Ну не знаю, как мне кажется, рантайм мы могли бы здесь немножко и рискнуть. Взять все-таки кольты. Либо хотя бы один АВИК. Потому что все-таки раунды забирать нужно прям на большую уверенность. Ну и вот от Кензора есть первый минус. Падает Сист. В это время Старекс пока что на погрузчике. Но это опять же дефолтный раунд в исполнении команды просто под АПЛЕНТ. Бомба пока что лежит под гаражом. Никуда она не светанется. И быть может Дэп как раз таки ее сейчас возьмет и уже понесет в сторону А либо Б. Пока нет информации, как стоит игрок на БПЛЕНТу. А здесь Калинка у нас сыграет на в упоре винтов. А вот это флешка. Вот это MLG флешечка была. Поехали дальше. Поехали дальше. Так, Кензор. Пока что не готов выходить со скрипа. Понимает, что в упоре его как раз таки может контролить фармган. А вот Фларыч готов выходить с буста уже. Готов выходить. И начинает потихоньку продвигаться по тому самому бусту. Скубикс. Должен отхидывать, конечно же, этот самый молик. Чтобы остановить быструю аркаду. Но аркада-то у нас планируется совсем на другой плент. Мы с вами прекрасно видим на радар, на котором 4, уже даже 5 игроков коллектива просто-просто выходит на пустой А-плент. И именно этот плент и будут они реализовывать для установки плента. Старикс и компания начинают раскидывать в сторону плента всевозможные гранаты. Молотовы, боевые, калинка. Пока не торопятся. И Киндер его ждет. И Киндер встречает одного. Все-таки перестреливает. Но Фларич помогает ему. Немножко не пошел у него спрей. Ну и пошли с машины. На Фортлифе у нас уже на погрузчике на том самом Старикс находится. И плохо у Фларича тоже не пошла. Здесь стрельба. Старикс и Киндер. Скубикс минус Айван. Ситуация 2 в 3. Киндер забирает Старикс. Остается демиже только Скубикс. 74% здоровья. Ну и не пойдет. Нужно засейвить хотя бы один девайс. Это будет Эмко, да. Ну и деньги-то, кстати говоря, у рантайм есть. Поэтому не все так плохо. Вот опять же, вот было бы чуть больше раскидок. Хотя бы моликов флешек. Я с клубочных гранат можно было бы поувереннее травм сыграть. Опять же, за счет фармганов. На далекой... Точнее, на дальней дистанции перестреливаться было очень тяжело против АК-47. Ну посмотрим. Сейчас есть и АВИК, и Кольты. Можно полноценно бороться за этот раунд. Командер антайм GG. Вопрос, что будет в простановке, где будет играть Калинка со своим АВИКом. Быть может, что-то интересное мы с тобой и увидим. Скубикс в район Апланта уходит. Вместе с Сиздом. Ну а Астарикс употребляет Глуду. Вместе со своим оппонентом. Сами с интиммейтом. Хучом. Ну, одного Калинка отправляет под Б. А в это время Фларыч уже на мейне. Чекает просвет. А у вас кто-то и бустанется на красный ящик. Ну и Кензор по дефолту на скрипе. Девайса снайперского у Айвана нет. Вот это еще большая проблемка. Ну и появиться было неоткуда пока что. Ой, неплохо там нашивали. Сизд забрал одного еще. Сизд сместился на скрип, забрал и второго. Неплохая игра от него в этом раунде. Ну и проваливается немного атака от коллектива просто. Сизд еще может здесь хоронить Айвана. Потому что Айван примерно понимает, что да, Сизд поджал скрип. Но остался ли он здесь, это большой вопрос. Да, это третий фраг. Это третий фраг для Дениса Костина. А там StarX уже дает информацию, что Якинер прошел под белый. Ну и бомба, бомба только сейчас подходит на мейн. Тяжело, тяжело пока что дается оружейный раунд команде Pro100. Ран таймер переигрывают своего оппонента. Ну и камбэк пока что действительно близится. Близится камбэк. Ну и Дэф все-таки находит мин спас кубиксу. Это уже 2-4, но вот вовремя по таймингу выходит пульс. Так что это 6-й раунд для команды ран тайм Джи. 13-6, но по-прежнему 7 раундов преимущества у коллектива Pro100 в активе. Ну, вот я побаиваюсь, знаешь, говорить о том, что ран тайм возвращаются. Потому что все-таки еще так далеко, еще целых 7 раундов. И мы еще с вами только можем наблюдать тот самый рассвет коллектива ран тайм. Но пока еще нет. Но в любом случае начали убивать, и это классно, и это хорошо. Злой 74, я увидел твой комментарий. Обязательно, мой друг, поменяю. Все будет хорошо. Ну да ладно, мы продолжаем. Это 20-й раунд на ваших экранах. Закупа у коллектива Pro100 просто нет. У них, соответственно, саду, я имею ввиду полноценный. Фларич все-таки делает у нас минус по Хочу. Сразу же на размине Пакензора. Скубикс даблкил на миду. Есть информация, что есть еще один, как минимум, игрок. Также пытается перестреливать на помощь. Ему приходит его тиммейт. Минута 20 остается у коллектива Pro100. Скубикс. Нет, все-таки уже отпускает. Уходит он смотреть маэн. А вот тут Сист. Не чекает тот самый мид. Ну, понятное дело, тяжеловато это было сделать. Но тут и Систа-то никто не чекает. Но Старик справляется сам. Зарядил, по-моему. Сист не понял, откуда. Старикс попал в Систу. Все, я понял. По-моему, Старикс именно Систу в голову попал. Леща. Да, отвезли немножко. Да, чтобы пришел в себя, так скажем. И чтобы вернулись ребята в игру. Но вот тут Фларич все-таки засиделся в том углу под смоком. Никак он не мог услышать Систа, потому что Сист сделал все грамотно. Прошел винты, бесшумно упал. Единственное, что он услышал, что Сист получил урон. Ну, и сейчас взял М-ку. И попытается, скорее всего, засейвить этот девайс. Потому что было бы неплохо. Или же все-таки выбить девайсики у коллектива рантайм, чтобы немного поломать экономическую составляющую. 30 секунд еще есть у него. Ну и все-таки продвигается ближе. Ближе до контакта со своим оппонентом. Ну вот и первый минус от Фларича по Систу, как и только уже второй в этом раунде. Ну, к сожалению, времени здесь для установки бомбы не хватит. Тем более, что соперник очень хорошо стоит на прекрасной огонь. И здесь Сарикс делают еще один минус. И в итоге это 13-7. Шесть раундов отставания у Про-100. Точнее, у команды рантайм от Про-100. Ну и оружейный, оружейный, оружейный от команды Про-100. Наверное, сейчас не увидим. Да, потому что по экономике все очень нехорошо. 2 250 кинзор, 3 50 айвана, 2 650. Ну это, опять же, какие-то возможные деглы. Можно скаут было бы дропнуть. Тому же айвана попробую сделать интрикиллы от пистолетов отталкиваться. Ну как мы видим, это только два дегла и две флешки. Ну и быстрый заход на базу Б от команды Про-100. Да, попытаются они быстрый раунд там продемонстрировать. Все до этого было немножечко не таким быстрым кинзор. Уже калинка вырубает. Старикс здесь подключается минус айвана. Флайдж забирает Старикса метким выстрелом в голову с дегла. Хуч подходит также сюда. Промахивается по нему. Промахивается он. Меняет девайс на USPS. Не попадает по нему еще раз кинзор. Ну и, конечно же, хотелось бы, чтобы снайперский девайс был у айвана. Но айван уже умер. И айван уже не вернется. Но бомба установлена. Флайдж сейчас в позиции прогонять. 7% здоровья. 3% здоровья уже остается у него. Ну и 4 в 3. И рантайм на ретейк идут в меньшинстве. Тяжело. Тяжело здесь принимать так или иначе. Флайдж, ее минус 1 деф-кп. Минус 90. Хорош. Но это в итоге 2 в 2 отыгрыш от команды. Просто и рантайм GG. Сист контролит выход на винты. И здесь уже Екиндер вместе с дефом остается вдвоем. Но кто же будет первый пик? Там бомбы дефа пока что нету. И в итоге СКТ приходит Екиндер. Да ладно, делает минус еще и по СИЗу. Не дает какой-то дефюзит. Патроны кончились в дегле. Патроны кончились. У него в дегле 0 патронов. Он начал стрелять. Если бы было больше патронов, он бы его убил. Но у него просто не хватило патронов в дегле. Это второй раз от коллектива про 100, когда они не убивают человека, который дефьюзит бомбу. Да, первый момент был на втором раунде Дастин на пистолетном раунде. На второй половине им вот сейчас. Но опять же, справедливости ради стоит отметить, что про 100 провели отличнейший экономический раунд. Там было только два дегла и две флешки. Все. Так что сейчас полноценные оружейные деньги на следующий раунд так или иначе будут. Можно экспериментальный бой играть. Но также стоит отметить, что рантаймы постепенно догоняют своего оппонента. И вот это действительно становится опасно. Адплара через первый минус по коленке. Хороший старт. Но здесь опять же кладется смок на мейн для выхода. Точнее для того, чтобы предотвратить этот выход. Исист играет соло опорника на плантуар. Расстреливает он скрип. Сейчас он ни по кому не попадает. Мы это понимаем. Но он пока не особо. Ситуация складывается для просто в этом раунде. Более положительно, чем в предыдущем. Они в большинстве. Ну, в большинстве они в предыдущем тоже были в большинстве. Но не реализовали это преимущество. Ну и вот, может быть, сейчас все-таки получится это сделать. Минута еще у них. Ууу! Под флешку влетает. Забирает Фларича. Айван все-таки на размене. Ситуация 4 в 2. И Киндер в это время Старикса также ликвидирует выстрелом в голову. Сист. Слышит прекрасное перемещение на мейне. Через смокса ходит. И можно собирать урожай от того. Здорово! Это Денис Костин! И ситуация 2 в 1. Денис Костин хорош. Денис Костин явно хорош. Но Скубикс остается последний. Потому что Киндзор находится все-таки минус по Денису Костину. И Скубикс с авиком. 30 секунд. И можно уносить бомбу. Но Скубикс находит минус по Киндзору. И бомба дропается в мейне. Ну что же. Екендер против Скубикс. Есть информация. Все-таки Екендер берет этот раунд и подберет еще авик без своей команды. 14 для просто не затратила 486 рано преимущество вновь восстановлена у коллектива просто но и здесь уже очередная тактика пауза именно от атаки денег смотри просто нету команда рантами gg мне понравился комментарий с чата джей машину и вы говорите что бога нет видите как он сэвид пожилых кейсеров ну тут знаешь на самом деле вот такие вот попытки садиться диффьюзить они идти стреляться это тоже все с опытом приходит вот тот самый хуч когда он надо дасти 1 в 2 оставаясь просто прыгнул начал минировать этот момент тоже это все это все опыт это все ребята понимают прекрасно может быть не на сто процентов конечно просчитывают но в любом случае удается и нас нас удивить и своего оппонента за прошла и 23 раунд на ваш экран ну что поехали это форс раунд исполнение командора time gg принципе понимаю что могут пренебрегать карты дкс так как и не в запасе уже 1 до 2 а вот от дефы есть отличный прострел смог и минус сергей и щук неплохое начало от команды просто но дальше опять же занимает по дефолту мейны там лишь один опорник на базе а это денис костин также на white box играет нас кубикс и как раз из кубикс может стекло там очень поднасолить команде runtime о команде просто прошу прощения и сейчас как раз таки готовить выход со скрипа анкензора молик на порт лет и уже опасно для денис костина будет находиться на этой позиции сгоняет его мы смотрим дальше 4 в 5 есть 2 дегла и 2 cz просто нужно забирать просто сейчас этот раунд еще и на топали очень сильно кинзор все это слышно прекрасно двое флари забирает сезда сыграет упорим на мэйни постоянно собрать этого 1 до справляется с этим дает информацию что бомба уже упала скидокс не перестреливает кензора кензор на скрипе оказывается посильнее 4 в 2 ситуация айвон минус хуч ну и калинка остается в одиночестве с деглом в руках и конечно же будет тяжеловато да не справляется он с этим делом и калинку также ликвидировали 15 8 7 а поинтов команды просто 7 попыток для того чтобы перевести этот матч на третью карту и уже на третьей карте побороться за дальнейшую стадию в рамках квалификации на мейджор точнее на главной квалификации на бейджор посмотрим что получится сейчас это будет опять же фу закуп от команды рандаджи но к сожалению закуп такой себе пока 47 поискуда там два два дегла во фарфгана 1 5 7 1 минус от кубикса есть как раз таки с фармган оформил на поджиме и киндер уже своей команде в этом раунде точно не поможет ну и вот нормальным девайсом уже как минимум завелись рантайм от него можно стараться и исходить исходить то можно вот только тот самый 15 раунд который давид скубикс минус айвон отлично играет него ну и вот исходили и отошли от этого девайса из кубикса сделали минус по одному по второму игроку просто ну и фларич и киндзор вдвоем остаются против пятерки из рантайм понятное дело здесь не будут уже просто так рантайм давать эту игру будут бороться до конца флажич у нас буста убивает хуча остается у нас ситуация 2 в 4 ну и конечно же можно из любой ситуации можно найти выход нет неразрешимых проблем есть неприятные решения но могут попытаться ребята из просто и этот раунд перевернуть свою задача перед просто стоит явно очень простая просто найти игроков опорников на апланту оставание по численности но практически практически но сист оказывается сильнее киндзор в этом моменте по фларыч информации пока что нету была инфа последний что он был на бусте но сварок строге нас находит и 20 секунд времени и уже идти дарить еще один а к 47 своему оппоненту нет никакого смысла и девятый все-таки раунд для рантайм есть вот такой вот удачный поджим от скубикса с б-плента на токсик увенчался раундом неплохо сыграно индивидуальное мастерство скубикса здесь выше всяческих похвал но все-таки 6 маппоинтов у команды просто еще есть на понятное дело да еще ничего не потеряно отдали только лишь 9 еще и 6 в запасе но я не думаю что им хотелось бы вот знаешь доводить до раундов типа там 15 13 15 14 потому что там уже может некое волнение сыграть свою роль потому что рантайм там вам напомним если вы не видите ту самую звездочку белую забрали первую карту сделали это очень и очень уверенно карта 1 нас было да даст 2 это карта коллектива просто дэкэш и им бы поскорее закончить и уже перейти на третью карту если не ошибаешь это это дэмираж у нас и там и киндера подрывают 2 хп остается у игрока команды просто тяжеловато ему дальше по карте придется передвигаться очень тяжеловато пока что опять же киндзор играет районе по сест играет у нас на нбк но и два игрока на хаевые скубикса и калинка авика пока что к сожалению на карте вообще не видно то есть калинка в принципе эту карту правду далеко не лучшим образом 1018 у него счет худших фраг стат на карте относительно до 100 2 10 игрок выпал но посмотрим быть может сейчас уменьшается для него успехом этот пик на мидл да есть минус по айвану и вот уже преимущество на мой игрок от хорошо это хорошо ты посмотрел хорошо сыграл среагировал сначала не стал открываться вот увидел ногу сначала снайпера но все-таки решил убить одного второго куда смотрел непонятно понятное дело игрок коллектива рантайм оси и отвечает также дабл кило и вот так вот та ситуация которую просто для себя вроде бы создают победную переворачивается снова и сис делает еще один просто минус 3 от него минус 4 квадрокилл денис костин эйкей сис играет неплохо на этой карте еще 19 на 21 кстати говоря фраг лидер у себя в команде а фларич у нас 29 на 17 вот так вот этот парень отыгрывает на своем пике 15-10 точнее 10-15 да ну слушай но здесь еще у дефа 9 ассистов то есть деф действительно вносит сумасшедшее количество импакта и утилити дэмэджа но посмотрим что будет на 26 раунде просто имеют два дегла в своем активе опять же такие киндеры и от фларыча мы здесь под флешку сист будет пушить мы была информация у него по одному игроку этот раз был kenzer ну и дальше пока что команда просто не особо то и пик и вот пытается там вроде как и киндер распекаться под без своим деглом но соперник не подставляется играет в закрытую команда рантайм gg старых закрытую сплантам но и так же на кт играет еще у нас и хуч и киндер неплохо пытался 2 там забрать не получилось клинки минус фларич и киндера ситуация 34 смещается у нас бомба старик готов здесь принимать еще на верочку молик выигрывает большое количество времени очередной раз оказывается где-то над оппонентом переигрывает по позиции мечтают его ребята ну и зарабатывает очередной килл свою копилку и все остается последний вдвоем старик сессист решили его задавить один стран для рантайм ну и сейчас закупаются у нас просто и один из вновь один из решающих раундов на этой карте удастся ли просто додавить ребят из рантайм или же все-таки это камбэк вот уже 11 вот уже и 11 и команда просто делает закуп 0 это 5 а к 47 и проиграю этот раунд это практически 1513 будет как раз таки мы дойдем до того счета который действительно морально неприятен будет игрокам команда просто имея в своем активе там сумасшедшее количество маппоинтов могут довести все вплоть до допов карте посмотрим много что зависит от этого раунда есть информация по игроку который играет на порке это как раз таки сис который находит интерфраг по леонардо кинзору ну и вот теперь снова проблема по ее систем еще ответным огнем пытался потушить фларычу почти это получилось и 19 п оставляет игроку команды просто но вот теперь задача куда идти куда идти один игрок битый меньшинство в целом из кубикс прекрасно может услышать любой прыжок любой там не знаю любую перезарядку и так далее ассист в это время идет пушить скрип а вот это было уже ошибочка это было лишним под поверил в себя почувствовал он игру понимает что летит и вот все-таки понадеялся может убить но не вышло не пошло в любом случае заход на плент должен быть реализован торопится ребята дает флэш колин все таки все прекрасно но фларыч ликвидирует снайпера коллектива рантайм и киндер в это время убил старикса скубиксы хуй вдвоем против четверых но и скорее всего нужно завершать конечно же кубикса еще и отличный минус по фларычу ситуация 2-2 смог под мейн кладется они просто будут давить дефа на кваде а деф очень битый 24 хп и киндер должен играть немного агрессивнее чтобы хоть как-то успеть на размен к своему оппоненту своему тиммете не хибер закрывает суча на машине еще и сквозь смог простреливать с кубикса тоже участь кубикса и настигла что ранее его оппонентов 16 11 просто берут карту д кэш и мы с вами переносимся на 3 на 3 карта будет после небольшой музыкальный пауз